Александр Александрович Мережко, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Приветствуем вас, Александр Александрович, в нашем эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Это заседание «Рамштайн» происходит на фоне жутких террористических атак России. Мы все видим, что творит агрессор в последние дни. Как, знаете, я подумал, Александр Александрович, любой город Украины можно назвать, да, вот просто рандомно. И этот город с трагедией после всего, что они совершают. В этом контексте что нам ждать от встречи наших союзников, от тех людей, цель которых защитить Украину? Да, безусловно, формат «Рамштайн» на сегодня это, пожалуй, наиболее крупный формат оказания военно-технической помощи Украины. Это 50 государств, около 50 государств. Это больше, чем государств членов Европейского Союза и даже больше, чем количество членов такой организации, как НАТО. Это очень важный формат, и он проходит на фоне трагических событий, которые связаны и с трагедией в Полтаве, когда погибли десятки людей, мирное население, когда была повреждена больница и учебное заведение. На фоне трагедии во Львове, когда погибла практически почти полностью семья. То есть это те трагедии, которые происходят каждый день. Когда произошла трагедия в Полтаве, президент Байден сделал соответствующее заявление, направленное на усиление поддержки Украины. То есть все государства, в том числе те государства, которые входят в этот формат Рамштайн, они прекрасно осознают, что необходимо предпринимать конкретные, в то же время радикальные действия, направленные на защиту Украины. В первую очередь мы ожидаем укрепления системы противовоздушной обороны. Мы ожидаем получения необходимых нам систем Patriot, которые позволят гарантировать и обеспечить жизнь мирного гражданского населения в целом ряде городов Украины. Мы ожидаем также оружия широкого радиуса действия. Но есть еще одно очень важное ожидание, о котором, я уверен, будут говорить в первую очередь представители Украины. Это необходимость снять все ограничения на использование западного оружия, в первую очередь оружия дальнего радиуса действия на территории государства-агрессора. Это крайне необходимо, поскольку выиграть войну с завязанными руками, как это происходит сейчас, довольно сложно. Вот есть такие ожидания. И в то же время, я думаю, что это заседание будет проходить и на другом фоне. В фоне, ну, это определенная победа, стратегическая даже победа Украины. Речь идет о Курской операции, которая разрушила целый ряд мифов, в том числе мифов о красных линиях Путина. На самом деле, вот важно ваше мнение, по крайней мере, что на сегодня является более важным. Политическая воля, так или иначе, или та провокация агрессора. Я сейчас объясню, почему провокация для Украины, это, безусловно, трагедия, продолжающаяся война России против Украины. Но ведь это также и провокация наших партнеров, мол, а на что вы способны, а можете ли вы выделить еще ресурсы, а можете ли вы оказать еще большую поддержку, а можете ли вы сделать какие-то беспрецедентные заявления. Почему-то иногда кажется, что Кремль уверен, что не могут. И вот в данном ключе это выглядит как провокация. Как вы считаете, что является более важным на сегодня? Какая-то политическая решимость или все-таки действительно взвешивание той цены, которая стоит для Европы, возможно, это как провокация, но для Украины продолжающаяся трагедия? Наиболее важным на сегодняшний день является четкое понимание цели оказания помощи Украины. Я поясню, в чем дело. Буквально около двух лет назад, уже после начала полномасштабной российской агрессии против Украины, я присутствовал на одном круглом столе. Я как раз рассказывал о том, что конкретно нам необходимо, какие виды вооружения. И один из участников, очень интересный и мудрый человек, он сказал, вам в первую очередь необходимо нечто другое. Я спросил, а что же? Он говорит, вам необходима Касабланка. То есть все мы знаем из истории Второй мировой войны Касабланка, конференция в 43-м году, которая четко определила цель антигитлеровской коалиции, то есть полная победа над нацистской Германией. Вот нам и в первую очередь нашим союзникам, нашим партнерам необходимо определиться с главной целью. То есть цель должна состоять не в том, чтобы оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется, сколько это будет необходимо, а в том, чтобы всемерно содействовать победе Украины над российским агрессором и, соответственно, содействовать поражению России в этой агрессивной войне. Вот когда будет осознанно четко эта главная цель, основополагающая цель, тогда все станет на свои места, тогда будет понятно со всей определенностью, какие инструменты, какие механизмы, какие виды оружия необходимо использовать и как их использовать для того, чтобы достичь этой основной цели. Скажите, пожалуйста, Александр Александрович, вот недавние атаки, мы все время думаем о том, как европейские партнеры могут непосредственно защитить украинское небо, хотя почти три года этому слогану «закройте небо для Украины», но вот то, что случилось во Львове, это страшная атака россиян. Можно ли как-то через формат Рамштайна, хотя понятно, что это дело НАТО, но добиться того, чтобы помогли нам закрыть это небо, помогли своими силами? Они поднимают F-16, у них есть патриоты. Спасибо, Румыния вот буквально сегодня передала очередную установку нам, но из своего неба помочь нам можно как-то? Совершенно верно. Я надеюсь, что этот вопрос будет поставлен и, надеюсь, будет решен. Возможно, даже в рамках Рамштайна. Это сложное политическое решение и, по сути говоря, здесь требуется то, о чем только что было сказано, необходима политическая воля. Как раз вот трагедия во Львове продемонстрировала, что агрессор и, по сути, провокатор может использовать оружие, в том числе беспилотники, в том числе разные типы ракет таким образом, что они уже представляют непосредственную угрозу суверенитету и воздушному пространству государств-соседей, например, Польши. То есть здесь необходима очень четкая и последовательная реакция. Мы видим уже конкретные примеры, когда российские беспилотники, дроны залетают на территорию Польши, на территории Румынии, а это государство НАТО. Поэтому для того, чтобы защитить себя, защитить свое воздушное пространство и суверенитет, эти государства должны быть заинтересованы в том, чтобы, скажем так, закрыть хотя бы часть неба над Украиной, ту часть, которая граничит с этими государствами. И таким образом они смогут обеспечить и свою безопасность. Это не только важная гуманитарная миссия, которая позволяет защитить население, в первую очередь мирное население, гражданское население Украины, но также и свое население. Поэтому я надеюсь, что это решение будет принято. И причем я хочу заверить, что с юридической международной правовой точки зрения эти государства не становятся участниками войны, они не становятся воюющей стороной. Вот такого рода использование средств противовоздушной обороны на территории Украины не создает какой-либо угрозы для этих государств, которые, я надеюсь, сделают это. Интересная еще тема для обсуждения. В принципе, в этом контексте увеличение поддержки Украины, мне кажется, любой вопрос, который сулит какое-то продвижение этой истории, он будет интересным. Итак, украинская делегация ранее во время визита в США передала список военных целей в России, которые Киев хочет атаковать ракетами-атаками. Об этом сообщил министр обороны Рустам Умеров. И, по его словам, аэродромы, из которых авиация России совершает те самые вылеты для обстрелов, находятся в пределах досягаемости дальних ударов. Но в Белом доме все еще рассматривают запросы Украины по снятию ограничений на использование американского оружия. У нас есть цитата, вот после нее продолжим. Мы объяснили, какой потенциал нам нужен, чтобы защитить граждан от российского террора. Надеюсь, что нас услышали. Украина добивается снятия ограничений на использование атакамс для защиты населения и инфраструктуры. Наших граждан убивают российские оккупанты. Поэтому мы хотим их сдержать, остановить, чтобы их авиация не приближалась к нашим границам для бомбардировки городов. Рустам Умеров, министр обороны Украины. В интервью CNN. А в моем сердце, знаете ли, все еще живет надежда на те самые договоренности, которые могут быть не опубликованы, которым могут не предавать огласки, как часть стратегии противодействия агрессии. Как вы считаете, насколько на данном этапе войны, и не только конкретно войны с вооружением, но и политического противостояния в целом, насколько такие договоренности действительно имеют место быть, и насколько уже наши партнеры готовы к тому, чтобы важные такие весомые вопросы решать вот на таком уровне? Дело в том, что в дипломатической практике и в области внешней политики существуют самые разные виды соглашений и договоренностей. Есть международные договоры, которые являются юридически обязательными. Есть также политические договоренности, которые обладают морально-политической силой. Вот, например, различные виды соглашений, связанных с вопросами безопасности и гарантиями безопасности, они могут быть либо заключены в форме международного договора, либо в форме политического соглашения. Но здесь при всём этом важно понимать, что главное здесь даже не форма юридическое и политическое соглашения, а воля к исполнению, то есть добросовестность, основополагающий принцип права международных договоров. Конечно, в политике существуют гласные и негласные договоренности, какие-то свои особые обычаи, и мы видим только часть, только, в общем-то, вершину такого внешнеполитического айсберга, вершину вот тех отношений двусторонних, многосторонних, которые очень сложны по своей природе и очень динамичны. Но здесь, опять-таки, главное определиться в нашей общей задаче, что мы ставим во главу угла в качестве основополагающей цели. И вот такой целью, опять-таки, является достижение победы над государством-агрессором и поражение государства-агрессора. И из этого необходимо исходить при заключении разных политических договоренностей. В этот раз украинская делегация на конференции «Рамштайн» едет с курской операцией как активом. Как вы думаете, это повлияет на наш разговор с союзниками? Как они могут отреагировать на то, что мы делаем в Курской области? Безусловно, повлияет. Курская операция уже приносит свои политические, дипломатические плоды. Я сказал о том, что, во-первых, удалось разрушить мифы. Мифы об эскалации, мифы о красных линиях Кремля и так далее. Но вот Курская операция, знаете, это очень важная политическая и психологическая даже победа Украины. А западные государства, они, ну, есть такая тенденция, скажем так, историческая даже тенденция, они стараются помогать тому, в ком они уверены, в ком они видят победителя. И вот эта победа очень важна, и она дает дополнительный стимул для оказания дополнительной помощи Украине. И она вот поднимает боевой дух не только в Украине, но также среди наших союзников. Поэтому я уверен, что Курская операция приведет к тому, что помощь, военно-техническая помощь, в первую очередь, будет нарастать. Спасибо. Очень важно было это повторить и подчеркнуть. Спасибо огромное. Александр Мережко был с нами на связи, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.